Биологическая особенность сознания человека заключается в том, что его восприятие реальности бинарно. Он воспринимает любые окружающие его объекты и субстанции двоично, контрастно, в категории «да», «нет» или «существует», «не существует». Именно этим обуславливаются двойственность его ума и дуальная природа его психики. Рассмотрим восприятие реальности сквозь двойственность человеческого сознания. Существует символическая вертикальная ось, разделяющая мир на левое и правое, мужское и женское, рациональное и иррациональное, темное и светлое. Обозначим эту ось как свет и тень. Также с древнейших времен философы многих культур определяют горизонтальную ось, разделяющую мир на верх и низ, возвышенное и низменное, духовное и материальное. Обозначим эту ось как небо и земля. Таким образом, мы получаем четыре базовые сегмента нашего восприятия. Полностью сознательное, полностью бессознательное, а также бессознательное сознательное и сознательное бессознательное. Полностью бессознательное — это недоступная нашему восприятию часть мироздания, обозначим ее как гипотетическое. Полностью сознательное — это обыденная часть мира, в которой мы постоянно живем и функционируем, обозначим ее как практическое. Бессознательное-сознательное — это область, в которой расположено единое информационное поле, связывающее между собой сознание всех живых существ. Обозначим ее как коллективное. Сознательное-бессознательное — это сфера нашего личного, персонального опыта, наших открытий, свершений и реализаций. Обозначим ее как индивидуальное. Очевидно, что наши органы чувств очень несовершенны и ограничены. Мы не способны воспринимать даже такие близкие нам по спектру физические явления, как инфразвук или ультрафиолетовые световые волны. Следовательно, мы никак не можем проникнуть в область гипотетического силу сугубо физиологических причин. То, что мы могли бы там увидеть, для нормального человека было бы похоже на помешательство или галлюцинации. По тем же причинам мы не можем в полной мере использовать опыт, полученный форсированными практиками — фармакологические, эзотерические и тому подобные расширители сознания. В нашей повседневной жизни. Поскольку у нас нет ни одного инструмента для проверки данных, полученных таким путем. Поэтому из полностью бессознательной части мы не можем извлечь ничего практически полезного, а просочившиеся фрагменты информации чаще всего порождают суеверия и антинаучные концепции. Информационный обмен энергии между коллективным и индивидуальным возможен только посредством специальных адаптеров, поскольку двойственность нашего сознания не позволяет сделать это напрямую. Именно таким адаптером, позволяющим осуществлять двустороннюю коммуникацию между этими сегментами нашего сознания, и является мобильное приложение Oris. Благодаря уникальным технологиям, которые используются в приложении, становится возможным подключение и доставка данных как из коллективного в индивидуальное, линкеры, дающие ответы, так и обратно, прайеры, задающие вопросы. Рассматривая схему областей человеческого сознания, может показаться, что эти части равны между собою. Однако непознанная, гипотетическая, полностью бессознательная область занимает в общей картине реальности обычного человека большую часть, а осознанная, практическая, не более 3-5%. Расширить эту область, увеличить скрытые возможности осознания себя и окружающего мира — одна из задач, которую решает основа нашего децентрализованного сообщества — компания Oris Community. Таким образом, платформа Oris Space и компания Oris Community работают над раскрытием внутренних способностей человека и приглашают всех вас принять участие в уникальном гуманитарном эксперименте, изучающем и развивающем интуитивные способы передачи и получения информации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова